как-то прямо 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 сколько так а алексей камера есть сейчас нету давайте начинать чтобы не задерживать эту прекрасную рабочую субботу всем привет ребят я рада что вы присоединились к нашему первому тестовому собеседованию технического в таком формате рада представить вам андрея бронина всем тем кто его вдруг не знает вот он и у нас сегодня тимур и лёша в качестве испытуемых да это наши кандидаты на вакансию джуна питон разработчик что хочу сказать вы тихонечко сидите слушаете ни в коем случае не пытаетесь ничего оценивать и прикидывать и ну можете конечно комментировать в первую очередь стараемся на себя перекладывать и думать что вы будете делать что вы будете отвечать при этих задачах и вопросах которые андрей будет ставить вот я какое-то время здесь с вами посижу можете какие-то вопросы мне кидать а так передаю слово андрею вот вообще конечно дежавю у нас совместно начинались именно вот примерно также кулуарные люди приходили сидели и и потом человека всю эту историю обсуждали а потом видите как выросло больше в youtube но ничего страшного окей смотрите у нас с вами будет две задачки задачки более-менее которые встречаются на собесах они будут не сильно сложная и на каждую из них будет по полчаса то есть первую задачу будет ну например алексей решать а вторую будет тимур или наоборот кто вообще хочет первым давайте я давайте ты вот тогда первую задачку будет темно решать а вторую будет у нас алексей решать для этого нам нужно будет расширить экран я так понимаю что давай сначала это представься буквально пара минута себе расскажите меня зовут тимур у меня высшее инженер технического образования судебной экспертии но к сожалению по специальности работать не пошел более года назад увлекся разработкой пайтон и чтобы как-то научиться пошел в яндекс практику отучился и за спиной у меня что только учебные проекты и один от мастерской у нас на защите были фитнес трекер прикольно да вот собственно очень коротко то так почему именно питон есть же много других языков и вообще бкн почему как-то случайно не знаю на меня наверно повлиял тот факт что в интернете везде и повсюду писали что самый лаконичный язык язык самый развивающийся очень много задач на нем решается это импонировал ну а другие языки не пробовал нет поначалу меня напугала их сложности я думал что там че трэш и угар какой-то сейчас уже понимаю что там просто синтез возможно отличается и в целом но на том этапе казалось наиболее простой дорожке что ли хоть сейчас мне теперь мне кажется значит любишь простые пути хорошо давай если простые пути значит сделаем простую задачку расшарик ран ну и попишем чего-нибудь в твоем редакторе на самом деле обычно не на собесах не предлагают писать в редакторе например в том же яндексе есть специальный сервис где нельзя запустить код там нет подсветки и все такое чтобы смотреть как человек думает мыслит и все такое но у нас будет по простому в общем вот задачка вот такая вот у нас на вход нужно написать функцию которая на ход принимает принимать список и на выходе она должна понять этот список является ли полиндромом или нет возвращает соответственно тру если является и false если не является сам список является полиндромом или его значение значение списка ну но разумеется что значение то есть ну например например если мы даем список 1 2 1 это полиндром если там например 1 2 3 это не полиндром потому что вот последний эта тройка нужна единичка ну вот примерно так вот если что-то непонятно то уточняю я буду накидывать нет кажется все понятно хорошо мы получаем лст лист сразу хочу попробовать срез то есть равняется это сразу что первая голову приходит вернуть данное выражение вернет вам true если сейчас секундочку ну да собственно я попробовать вызвать функцию попробую почему нет ну мало ли может быть да ну нет попробуй вызови погоняй разные условия хорошо сразу же перед ним список допустим допустим срез но честно говоря не хотелось бы в общем-то срез не выглядит хорошим решением есть какой другой вариант какой бы ты сделал можно допустим попать последние последний элемент создать новый список из старого списка по пути элемент и добавлять его можем как-то без использования дополнительной памяти все это решить мне вот смущает что нам получается видишь еще один список на хранить да зачем на самом деле голову ничего не приходит я подобные подобные задачи я вот решал с использованием допамите может быть если подсказка есть подсказка давай подумаем вообще что мы можем сделать со списком как таковым мы же можем элементы получать поэлементные сравнивать и соответственно если вдруг этот элемент первый и последний в общем идти циклом в нему да и проидерироваться перебрать все элементы сравните все может так можно сделать мы можем два указателя например использовать и сравнивать например то выглядит как план да попробуем с указателями очень давно для начала я хочу установить указатель и и можно конечно минус 1 но наверное я поставлю длину списка хочу его наверно увеличить список будет побольше дальше использованием цикла наверное это можно и через фор решить но наверное лучше через вайл при вайл мы можем указать условия работы цикла и как только указатель у нас будут указывать на один и тот же индекс мы прекратим ну просто нет смысла дальше перебирать список когда указатель у нас встретиться допустим давай хорошо вайл как тебе удобнее очень давно с ней работал пока старт у нас не равняется энд будем сравнивать лак наверное еще нужно установить а зачем я хочу его зафолсить когда а хотя да нет смысла так принимаем чисто что у нас должна защитить функцию true и false же верно да можно в принципе соответственно если это полиндром то соответственно если они полиндром наверное старт я не могу просто придумать как смущает сложность я задумался над тем что делать дальше логично что если мы проверили да мы начали мы поменяли указатели это то есть можно что что здесь сделать нам что-то вернуть получается получается основные у меня сложности с тем чтобы все выйти бы я сейчас ну смотри то есть очевидно что давай сразу вот так скажи если у нас например вот это условие не выполнилась на мы же можем дальше уже не выполнять эту всю вещь то мы можем прямо здесь прямо вот в этом условии взять и попробовать вернуть false правильно если мы так сделаем то вот этот вайл он будет дальше выполняться или нет вот на риторн на риторн когда мы делаем до false у нас же получается что функция все закончил свою задачу она выполнилась все и мы можем в общем подальше уже не проверять не работает все false если мы прямо там сделаем возврат вот прям под эндом в девятой строчке return false выглядит как как все прям хорошо наверное здесь еще один тапчик надо то есть давай попробуем прогнать вот эту функцию в голове не за ну например не запуская да чтобы понять какие могут быть ошибки ну вот out of range это хорошая ошибка это очень круто да был том что индексация у нас начинает с нуля кстати а почему она с нуля ну смотри есть языки которых индексация единица есть я совершенно точно знаю вот а индексация с нуля вообще говоря что собой список-то представляет вообще что вот вот этот что это такое индекс не за не хотел сказать что это ссылка ну нет смотри а на самом деле по идее да то есть как бы по логике индекс это смещение от начала то есть получается что первый элемент нулевой потому что смещение от начала вот это вот смещение от начала никакого нет то есть 0 но вот это значит первый элемент очень просто запомнили смещение от начала на одну позицию дает нам второй элемент и так далее окей ладно хорошо поехали а вот вроде как она работает там ранее или не работает попробую в голове прокрутить разные варианты где она может поломаться и вполне возможно что ты еще что-то придумаешь хорошо так у нас придется начальный массив цикл вайл нас будет работать до тех пор пока у нас отличные друг от друга значение start и end далее если первый элемент массива равен то все нормально мы прибавляем то все окей получается нам нужно сравнить следующие элементы массива то есть 1 и 1 и 1 ну смотри а возвращаем вот став девятый все у нас вроде окей но на этом мы заканчиваем то есть получается здесь как-то вот или возвращать надо по-другому или как-то вот условия там не равен сделать да да чтобы у нас ну в нашем случае конечно конечно здесь вот здесь вот вопрос то как она будет как она должна она у нас вернет во первых сразу же проверить если они вдруг не равняются тогда вернет фоллс если все окей если не равняется там этот блок кода пропускаем фолс не возвращается в данном случае получается что дальше мы делаем глубже-глубже-глубже в итоге рано или поздно у нас закончится так все верно сейчас секундочку но есть меня смущает что-то нечетное количество элементов сейчас подумаю итерации первая закончилась переходим ко второй итерации 3 3 к нам попадают они равняются блок кода пропускается опять же плюс плюс они сталкиваются и цикл заканчивается на двоечке соответственно считается принтером если у нас допустим был бы еще один элемент 22 у нас этот блок кода пропускается ну да как будто бы должно работать ну хорошо давай попробуем возвращает у нас да если мы изменим допустим вот сюда еще 4 готовы я просто подмен забыл логип работы вайла окей вот она точно вот как бы ок ладно да то есть запускал да работает точно все обо всем подумал ну допустим если элементы массива у нас будут уже не ну не будем нет нет не будем морочиться вот в сторону конечно там можно усложнять туда можно запихивать в общем то если совсем уж экстремал экстремально захотелось то там а можно запихивать там какие-то списки еще что-то сложное да пусть пусть будет так даю подсказку обычно если человек спрашивает что точно работает значит где-то не работает не в сторону пустого массива почему почему не в сторону пустого массива мне кажется отличная идея подумать сторону пустого массива то есть вот с пустым массивом будет работать с пустым списком секундочку как бы что мешает мешает ну например а индекс а то french почему не помешать этому окей ну ладно дальше докручивать эту задачку не будем вроде как время у нас подзаканчивается давай я некоторое резюме сейчас скажу что что я тебе тут могу посоветовать ну номер раз очевидно что у тебя довольно мало опыта в решении задачек как бы это видим просто нет такого скилла я теперь тебе рекомендую немножко подкачаться в эту сторону потому что собесах иногда дают задачки это тоже не секрет не всегда они прям сложные вот например вот такого уровня просто чтобы посмотреть как человек думает какую сторону он умеет рассуждать логически как он вообще пользуется конструкциями языка поэтому одна из важных подвохов которые любят задавать это ограничение на входные данные то есть если ты сам как бы додумаешься до того перед тем как начать решать задачку задашь вопрос а какие собственно у нас ограничения на входные данные это будет плюсик если ты кинешься просто ее решать плюсика не будет поэтому лучше всего сразу уточнить какие данные мы в общем то ждем на входе вот дальше по поводу немножко рассказа о себе но я так не свой огород конечно лезу это больше к ольге барышням из акселерации но в общем то такой рассказ должен быть более подготовленный у меня непонятен мотив почему питон ради денег туда пришел не ради денег нравится тебе или не нравится если обычно при прочих тоже равных люди которые приходят за деньгами это в принципе мотивация она хорошая вот но это внешняя мотивация она очень неустойчивая а вот если человек опрет от того чем он занимается это внутренняя мотивация и она обычно из человека получается больше толка если у него есть внутренняя мотивация поэтому рассказ о себе нужен циничный образом такие вот вещи добавить чтобы у меня создалось как у человека который тебя собеседует впечатление что у тебя есть много внутренней мотивации тебе интересно как раз развиваться как программисту по поводу языков но это отдельная песня да но идея в том что я выбрал самый простой путь она тоже нормально но и можно просто упаковать другому пообщайся я думаю что консультация будет нужна вот по поводу задачки но как я и говорил немножко слабо добавлю еще такая штука как нейминг можно немножечко маленький микроплюс себе сделать если делать и не функцию какую-то абстрактную фу да а взять и сказать ну окей из полиндром можно сразу вот сразу нормальное название придумать я тоже сложится впечатление что человек в общем то он думает уже вот сторону коммерческой разработки потому что там функции надо как-то осмысленно называть дополнительный бонус может быть если бтм сделал топинты здесь тоже достаточно просто нахититься и в общем то это тоже мог бы быть небольшой плюс вот от себя дамы добавлю что надо все таки порешать задачки если ты хочешь успешно затягивать эти кусочки собеседования задачками потому что очевидно что не хватает опыта вот да так спасибо большое можно закончить шарить экран прошу прощения можно можно вопрос по этой задаче можно вот вы сказали по поводу пустого списка спросили но здесь же все правильно то есть пустой список он же читается оттуда и с обеих сторон одинаково то есть должно хорошо попробуй запустить с пустым списком запустилась true выдала так ну все правильно же я могу даже объяснить почему правильно старт равно нулю энт равно длине списка если бы энт он написал ну то есть если бы энт изначально написал минус один вот сам начале тогда да была бы ошибка и нужно было бы уже переносить в вайл допустим как тимур ну как сейчас написано но так как у нас список пустой он равен нулю старт равен нулю вайл он не заходит соответственно выдает труп то есть все про суши мой косяк да действительно огонь и список из одного элемента давайте попробуем проверить список из одного элемента раз уж у нас эксперимента ой а теперь вот out of french вот это да видишь мой косяк у меня у меня ощущение было что не должно работать но вот так вот проблема с четным количеством элементов тоже непонятно как бы здесь в общем задачка не вполне себе решена здесь просто нужно огонь так ладненько давайте следующего можно остановить ширинку вот у нас алексей 2 да алексей ну раз уж раз уж у тебя такие ценные замечания были а то тебе задочку сложнее сделаем вот немножко расскажи о себе прям буквально на пару минуточек ага да здравствуйте меня зовут алексей я примерно три-четыре года назад начал заниматься программированием и вообще с детства в целом мечтал программировать у меня родной брат программист двоюродный брат программист вот я очень много занимался техникой а потом лет в 19-20 начал заниматься си шарпом и собственно делал игры на юнити некоторое время поделал и мне понадобилось по каким-то там своим нуждам сделать парсе я начал изучать питон смотреть его делать парсеры и блин мне это так понравилось что питоне очень много очень большой комьюнити очень много готовых решений и очень много можно решать каких-то своих задач насущных и всяких бизнес задач вот меня это очень зацепило я обговорил с братом по конкретней стоит ли брать питон или или может быть что то другое вот и обдумав все да мы все таки решили что питон благодаря всем этим функциям очень хорош и оставалось только выбрать направление вот собственно я выбрал бэкэнд потому что опять же очень много бизнес задач разных решает вот очень интересно было и посоздавать ботов и пописать и пиай из джанга попробовать полноценные сайты посоздавать вот собственно поэтому поэтому и выбрал питон поэтому и начал заниматься программированием вот очень очень все это нравится ну отличие что вот такое вот такое представление о себе и мотивационная часть прям прослеживается она прям хорошая мне мне понравилось но всегда можно лучше но это прям вот приятно с таким человеком будет пообщаться ладно хорошо раз уж ты говоришь у тебя есть такое бизнес мышление и решать задачки а вот тебе задачка на бизнес мышления представь что ты у тебя есть project менеджер у которого есть проблема а у нас есть по которое мы делаем и она у него есть версии то есть версии чтобы не сильно упрощить усложнять да они у нас нумеруются один два три четыре пять шесть семь и так далее вот и вот в одной из версий у нас есть ошибка вот твои коллеги взяли и написали программу которая проверяет ошибочная но ошибочная версия или нет но в том смысле код с ошибкой да то есть он плохо работает то есть у нас есть какая-то тестилка ну например назовем ее ну как бы назвать тест тест версии а или мы тестируем определенную ошибку какую-то да не просто что что плохая версия абстрактная такая вещь из бэт вешен из бэт да окей да вот из бэт вешен вот есть какая-то функция можно вызывать мы описать не будем то есть в общем то она возвращает соответственно true если версия плохая и false если она хорошая вот достаточно просто твоя задача найти первую первую версию где у тебя возникла ошибка потому что очевидно что все следующие версии тоже они на выброс они нам не нужны понимаешь да то есть по сути тебе нужно написать функцию которая проверяя которая которая бы взяла и сказала номер и вернула на вход она получает вот список наших версий да а возвращает номер версии которая с которой с которой все плохо началось началось плохое да ну к примеру да смотри у нас есть версии от 1 до 10 и например 5 у нас сломано мы отдаем вот эту вот список версии на вход а на выходе рассчитываем получить 5 или там у нас есть список версий от 1 до 3 и 3 сломано и соответственно мы должны вернуть номер версии это 3 то есть ну вот вот такая задачка я пользуюсь подсказками предыдущего хотя было бы правильно написать вершинс так ну я правильно понимаю что мы просто проходим все смотри у нас в списке вершинс содержатся номера версии я правильно же да все все номера они монотонные увеличивающиеся чтобы был проще ну как бы это же логично мы же не можем выкатить версию которая меньше которая у нас была это как-то странно да если ты делаешь так получается нам подается список версий далее каждая далее каждая версия у нас будет проверяться то бишь у нас есть какая то мы можем мы можем проверить эту версию вот этой функции и если она эта функция возвращает трус значит версия плохая если она возвращает фолз значит она хорошая вот народ подсказывает в чате что хинты лист можно 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 еще за хинтить как из каких элементов мы ожидаем о да кстати это хорошая подсказка это правильно так ну я бы просто я конечно ну почему то мне кажется что задача простая может быть я не очень глубоко ее понял у нас условная здесь есть функция которая проверяет как бы версию и вот по итогу сейчас я подумал можно либо покрасивее как-то написать можно ли это как-то красиво мы хотим вернуть ой да точно возвращаем же версии все правильно извиняюсь ну то есть как будто вот так вот ну как будто вот так какая будет алгоритмическая сложность от н зависимости от количества хорошо а можно как-то получше как-то получше нет тут как бы подсказка заключается в том что да можно получше то есть иначе не спрашивал но я понимаю я просто обдумываю варианты алгоритмов первое что мне пришло в голову но сейчас я подумаю она правильно или неправильно первое что мне пришло в голову я забыл правда как это называется сейчас секундочку ну как бы нет нет что-то отчета не идет ничего ну хорошо у вас же был блок алгоритм да да был а вот есть такой алгоритм бинарный поиск но это при делится на 2 я правильно понимаю бинарный поиск ну делится на 2 вот скажи да вот он мне пришел в голову но как я не совсем понял как его правильно использовать здесь ну выглядит как ну логика да ну давай попробуем порассуждать как бы ты его использовал такая вот жирная подсказка что да идея кстати у него какая сложность у бинарного поиска по моему что-то там логарифма тен да все правильно логарифма тен вот есть у нас бинарный поиск да мы ты его помнишь как вообще этот алгоритм звучит то есть логика его работы как логика работы звучит так блин ну ты говоришь там делить пополам да ну да я примерно ну то есть он по сути работает как например я могу объяснить как он работает но я не помню как его конкретно писать то есть мы как бы делим пополам а потом блин я просто не совсем понимаю как конкретно в этой задаче применять ну то есть мы как бы вот если мы ищем например допустим пример со словарем если мы ищем конкретную букву мы открываем посередине смотрим например этого буква больше или меньше если там типа мы мы ищем какую-нибудь а у нас д мы понимаем что она там в левой часть соответственно мы правую часть отбрасываем и так же опять посередине открываем оставшуюся часть и так вот смотрим да понял ну давай попробуем все таки его присобачить вот к вот этой бизнес задачи да то есть что ну вот что нам говорит мы берем и проверяем середину да мы же в середине можем вызвать вот из бет вершин да у нас есть всего два варианта если она нам возвращает false а я понял да если возвращает true то есть получается что по сути мы понимаем что в какой в какую в какую сторону нам дальше двигаться а не совсем понимаем подождите у нас хорошо предыдущий а потому что у нас все предыдущие версии значит true были или значит они хорошие да а если я понял а если она нам это то значит то соответственно следующие после плохой они тоже все плохие здесь как бы даже гадать ничего я понял я просто изначально не не полностью понял логику задачи хорошо так теперь надо бы попробовать это все написать если я не ошибаюсь вот так вот почему так мы пишем потому что чтобы у нас не получилось число число флот которое не получится засунуть никуда здесь мы делаем наверное while ой блин что я что я делаю это у нас нет получается это у нас нет м м м м Смущает? Не смущает, я просто не совсем помню, как он пишется. Так, у нас получается Vashions Meet. Попроверяем. Блин, блин, сейчас, секундочку, пока, пока, пока. Ладно. Пока у нас Vashions Meet. Возможно, я фигню пишу, но, может быть, мне так это попроще будет. Так, нам еще нужно дописать, ну, как бы, start и end, правильно уже? Ну, конечно, да. Так, равно, ну, было, end равно. Vashions, минус один. Так, и получается, и пока у нас start. Извиняюсь, он мне подсказывает, но я планировал это дописать. Ой, он, кстати, ну да, пока start, меньше end. Вот, получается, дальше, что у нас? То есть, у нас логика какая? Пока среднее не равно. Или мы могли это, наверное, сюда написать. Но вообще, пока среднее у нас не равно неправильной версии. А, нет, все правильно, потому что мы Meet будем каждый раз изменять. Хорошо, давайте я тогда допишу, и потом все прочту. Продолжение следует... Версия следует... Версия следует... Угу. Так, допустим, она не равна. Значит, соответственно, мы берем оставшуюся часть. Правильно? Угу. Так, секундочку, у меня небольшой ступор. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подождите, что-то я тоже запутался. Еще раз. Допустим, у нас 5 версий. 6 версий, да? Какая-нибудь третья. Ну, третья плохая история. Мы же сразу проверим и сразу вернем. Вторая версия, допустим, у нас с ошибкой, правильно? Да. Мы запускаем третью. И в третьей у нас тоже будет ошибка? Да. И в третьей тоже будет ошибка. И в третьей, и в четвертой, и так далее. Все остальные... Все следующие версии после сломанной тоже сломаны. Все версии после сломанной тоже сломаны. Получается, if versions mid не равно is bad versions. То есть, если она не равна, мы, получается, старт переносим к mid плюс 1. И здесь нужно оставить старт меньше. Пока что. Иначе... Да, е-мое. Иначе... Мы, получается... Старт оставляем. А end делаем... А end делаем равным mid. Ну, потому что он не включает его в себя. Буду пояснять, а то он мне подсказывает. Еще подумайте, что я просто так это ставлю. То есть, он не включает себя. Поэтому он будет все до mid, как бы, проверять. Так. Хорошо. Что он будет делать, получается? Допустим... Допустим, версия предыдущая. Допустим, он взял третью. Она у нас оказалась сломана. Он не должен ее сразу отправлять. Он должен еще просмотреть предыдущую версию. Правильно? Потому что предыдущая версия может быть не сломана. То есть... При таком случае он должен проверять if versions mid-1 и если еще... Да, их version mid-1 Если не версия сломанная, если она не сломанная, да, то мы возвращаем mid-1 То есть, что я написал? То есть, допустим, у нас версия средняя, то есть, допустим, у нас третья оказалась сломана. Хорошо. Он проверяет, а предыдущая версия не сломана, вторая. Если она не сломана, то значит, у нас третья, ну, с третьей версии началась поломка. Значит, мы возвращаем третью версию. Если этого не происходит, соответственно, у нас n равняется mid и заново идет проверка. Но, помимо этого, нам нужно заново mid переназначить. Правильно? То есть, мы mid делаем равный. И мы mid делаем, получается, start плюс end уже и деленное на 2, правильно же? То есть, это у нас 0 плюс, допустим, там. Да, да, вот так вот, деленное на 2. Что у нас по итогу получается? Допустим, вторая, допустим, вторая версия сломана, он проверяет. Он берет третью, смотрит. Так. Третья версия не сломанная. Хорошо. Стоп. Окей. Кажется, не зашла задачка, да? Да, да, что-то я... Давай, сразу я тебе расскажу, где совсем плохо, а где не хорошо. Или давай, можно тебя помучить, конечно, да? Давайте помучим, если есть такое возможность. Давай помучим, да. Смотри, этот код работать не будет, это очевидно. Вот. Чтобы понять, что он не будет работать, достаточно взять и прямо на реальной каких-нибудь, на какой-то версии, его прогнать строчку за строчкой. Давай так и сделаем. Предположим, у нас есть вот четыре версии, да? Пусть будет четыре. Сломанная, скажем, четвертая. Вот, соответственно, список от одного до четырех, да? Ну, достаточно просто. Ты на вход ее подаешь, да? Первое. И что у нас, прямо вот во второй строчке, что у нас получается? Старт, приравленный к нулю, end у нас, что там будет? Какое значение? Три. Три. Окей. То есть, у нас есть две переменных, старт и mid у нас какое получается? Так, mid у нас получается два. Хорошо. Так, старт, меньше end, то есть, вот шестая строчка у нас. Условия прокает? Меньше end, да. Или не прокает. Прокает, значит, проваливаемся туда. Седьмая строчка, что у нас там происходит? В version mid у нас что хранится? Двойку. Двойка. Мы ее сравниваем с чем? Мы ее сравниваем с bad version, с version 2, то есть. А что возвращает из bad version? Оно у нас возвращает false. То есть, мы двойку справниваем с false. Не смущает? Да, смущает. Вот, то есть, явно, что здесь эта история уже, вот на этой строчке, у нас уже все это не работает, и по большому счету, если бы это было, ну, реальное собеседование, человек, который будет сравнивать строчку, цифру с каким-то вот, с буреном, да, у меня возникнет вопрос, так ли он мне нужен в команде, потому что, как бы, здесь очень здорово смущает. По сути, здесь нам достаточно вот такой проверки, и это будет хорошо. Дальше. Много всяких вот лишних некрасивостей у нас идет там вот в десятой и ниже, да, по-хорошему мы можем уже среднее, вот это вот вычисление среднее засунуть внутрь цикла, правильно? И каждый раз мы его можем после каждой итерации вычислять, потому что он нам же каждый раз нужен, не только когда у нас мы окно двигаем вправо или влево, то есть мы же сначала мы должны понять, в какой из версий мы делаем. То есть у тебя получается, что где-то вот, вот если связать твоей логике, вот мы подвинули старт, но мид-то у нас должен сейчас тоже поменяться, правильно? То есть девятая строчка должна быть тогда вот определение МИДа нового, который уже будет в другой половинке, да? Мы же половинку от этого должны быть. Вот. То есть здесь уже тоже, вот в этом месте она тоже не работает уже. ниже, соответственно, то, что мы где-то там вот возвращаем в одиннадцатый, ну, хорошо, а если у нас все удачно и прокает только вот первые условия, да, из-бедвершин, то есть старт мы вот так вот двигаем, двигаем, что она вернет, ничего не вернет. Ну, да. То есть по идее где-то там мы внизу должны возвращать, но возвращать не мид, естественно, а если мы двигаем старт или энд, то есть оно, ну, наверное, старт будем возвращать, да? То есть если у нас двигается, двигается, двигается старт все время, да, то рано или поздно он будет, дойдет до того. То есть как бы очевидно, что бинарный поиск ты не знаешь, в смысле, что нет у тебя опыта написать, потому что если бы он был у тебя опыт написания, то, наверное, я бы написал. Поэтому здесь примерно так же, как к предыдущему оратору, могу сказать, что если хочешь уметь решать алгоритмы, надо решать алгоритмы. Вот тот же самый лидкод. В принципе, в хард нет особого смысла упираться, если ты не хочешь какой-нибудь Яндекс условный, но задачки уровня вот изи или там минд, ну изи как-то у тебя должно прямо щелкаться легко. Это можно просто нарешиванием. То есть решишь там 500 задачек из разных тем, будет проще значить. Так что вот такая история. Начал классно, очень понравился рассказ о себе, очень классно получилось, как это, Тайпхенте, тоже маленький плюсик, но, к сожалению, задачка не получилась, не взялась, но это вот решается только. Вот. Ну а на этом, наверное, все. Да, Ольга? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Андрей, если у тебя есть еще минут пять, то мы можем спросить, если у тебя есть вопросы, ребята, и за. Да, огонь, давайте. Вопросики из чата, это мы очень любим. Можно голосом, можно и вот это вот все. Куча вопросов. Ладно, давайте я попробую поотвечать на вопрос, на незаданные вопросы. Да, на незаданные вопросы. ОК ли или не ОК, если у вас там что-то не получается. Это абсолют на ОК. Во-первых, нужно понимать, что у нас, кроме всего прочего, мы не робота, у нас мозги устроены следующим образом. Когда угробается стресс, у нас бей и беги, а не думай. Вот. Поэтому, если вы, у вас будет некоторый опыт в прохождении тестовых, да, в том числе и вот такого плана, да, решение на них задачек, на этих тестовых, то у вас этот бей и беги не будет включаться, потому что для вас это будет не стресс, а обычная, спокойная, обычная ситуация. Вы сто раз так делали, ничего страшного не произошло. Если у вас мало опыта, то, соответственно, эта штука может включиться, и у вас вся мыслительная деятельность, она очень здорово свернется. Поэтому вот. Ну и реально надо, надо немножко больше опыта в нарешивании задачек. Юль, вопрос рука, да? Или это просто слабоок радости? А могу, могу тоже вопрос задать. Конечно. Вопрос по задачам, связанным с SQL, ну, с чистым, получается, не у РНК. Они вообще часто на собеседованиях? Стоит ли отдельно? Я спрашиваю, то есть смотри, если ты, ну, опять же, если мы говорим про бэкендера, основной хлебушек это как раз написание оптимальных запросов. Посредством РН, конечно, но ты же должен понимать, что в итоге РН все ведется, сведется к запросу. То есть ты, в общем-то, SQL должен знать. Поэтому я спрашиваю. Насколько я знаю, частенько бывает. То есть, ну, там, знаешь, какая-нибудь история со связанными таблицами и агрегаткой. То есть, если ты вот такие штуки умеешь писать, какой-нибудь join, агрегаточка, которая там вытаскивает этого, в принципе, должно хватить, ну, при прочих равных. То есть, сложнее как-то, не представляю, что тебе дали такой вопрос. Вот. Так, вопрос. Нарешивать задачки лучше на лидкод? Есть куча аналогов, которые ресурс, по-вашему, лучше. Не знаю, какое лучшее, некритично, лидкод, в принципе, ок. А так, в общем-то, выбирайте, какой вам удобнее. Они все примерно одинаковые, то есть, где уютнее, там и хорошо. Поэтому, здесь, некритично абсолютно. Ну, он просто, лидкод как-то вот раскрученный немножко, а все остальные вот не так раскручены. Там, в чате еще один вопрос задали. Давайте, что там за вопрос в чате? Иди-ка, чуть сюда. Так, про Kafka, про RabbitMQ, ну, смотрите, обычно я такие штуки лучше в тестовую. Если мне нужно, чтобы человек, ну, как бы, понять, человек умеет и не умеет в какую-то технологию, то я лучше эту всю историю запихну в тестовое. Вот, чтобы, если там нужны очереди какие-нибудь, да, вот я раз, задачку будет, у меня, например, текущее тестовое, оно содержит использование очередей. Если там очередей нет, то, ну, я буду очень удивлен. Вот, а прям на совместе, ну, я как-то не спрашиваю, не знаю даже, не скажу. Так, вопрос номер два, вопрос номер три. Ну что ж, наверное, на этом можно заканчивать запись. Спасибо большое, что пришли. Надеюсь, что эта штука уйдет на канал, несмотря на то, что, конечно, задачки не были решены. Вот. Расскажу, почему это вообще что-то еще. Спасибо.